Исходят из этого интересное предъявление. Вся это стремление человека к совершению... It's cause I feel for you... Алло. Здравствуйте, с вами Дмитрина, я прошла. Возьмите вас по вопросу об остановке вредных переборщиков. Наш диалог для нас баллов. Вам удобно говорить? Удобно. По закону о таксисти, самозаметный водителя и принадлежит партнеру в Червика и КП нужно вставать в реестр перевозчиков и получить разрешение на таксомоторную деятельность. Въезд можно вставить только в том регионе, в котором у вас постоянная регистрация, практически. Откажите, пожалуйста, в каком тарифе вы выполняете тариф? Во всех периодически. За тарифовый эконом, комфорт, комфорт плюс детский нужно разрешение на деятельность такси. У вас есть уже разрешение на таксомоторную деятельность? Ну, оно есть на автомобиле, конечно. Планируете в ближайшее время встать в реестр перевозчиков? Ну, пока вы не позвонили, не планировал. Слышите, пожалуйста, почему? Так я смысла не видел. Я вот сейчас только от вас узнал, что там нужно в реестр вставать, перевозчиков. Это ж, я так понимаю, новая какая-то, соответственно... За требования законодательства, если ваше решение изменится, вы можете получить бесплатную консультацию, облегчить их введение в реестр перевозчиков и других требованиях законодательства у партнеров ЧРС. Ну, то есть вы сейчас можете, да, мне рассказать, как эта процедура проходит. То есть вот смотрите, я работаю на арендном автомобиле. Там сегодня на одном автомобиле, скажем так, завтра на другом. Сегодня там в одном классе, завтра в другом. Ну, по большей части, да, соответственно, там, допустим, класс комфорт. Вот я беру автомобиль, он имеет уже действующее разрешение на таксомоторную деятельность. Соответственно, я подключен к сервису Яндексу. Выполняю заказы. То есть мне теперь нужно в какой еще реестр добавиться? И, честно говоря, такой вопрос возникает зачем? Для работы в такси необходим автомобиль с наличием всей разрешительной документации. Вопрос парка здесь занимает ключевую роль. К выбору парка необходимо подходить ответственно. В нашем парке есть собственная ремзона, только новые автомобили и абсолютно белые условия сотрудничества. Хотите работать легально, звоните по телефону, указанному на экране, и выбирайте автомобиль для работы. Ну, а если вы уверены в собственных силах и хотите выкупить автомобиль для работы, то мой друг приобрел 5 автомобилей Cool Race с первоначальным взносом 50 тысяч рублей при стоимости 2 900 в день на 42 месяца. И 5 автомобилей Gilly Imgrand при стоимости 2 600 в день на 42 месяца. Это региональный реестр перевозчиков нужен только в том регионе, в котором есть постоянная регистрация прописка. Я вам сейчас отправлю смс по ссылке на всю информацию. Предварительно нужно будет выставить город прописки. А также вы можете получить бесплатную консультацию по внесению в реестр перевозчиков и других требований по данным запись у партнеров сервиса. Да, да, отправьте, пожалуйста, еще последний вопрос по региону. Смотрите, допустим, у меня прописка в каком-нибудь столичном регионе, а я поехал в какой-нибудь дальневосточный город, скажем там, Хабаровск, и в Хабаровске арендовал автомобиль, выехал работать. То есть зачем это вообще нужно? Потому что я, получается, в реестре московского региона, а таксую в Хабаровске. Ну, либо наоборот. Это требование законодательства информации я вам отправила. Желаю вам успешных политиков. Всего доброго. Всего доброго. Совершенство. И все, что помогает ему в этом, мы называем добром. А отсутствие этого стремления, и все, что мешает человеку прийти к совершенству, это я... И вся жизнь человека проходит между добром и злом. И цель ее, чтобы человек сам собственным желанием выбрал бы добро и устранился бы от зла. Аудиокнигу слушаю. Смысл жизни. Кушни Рошер. Рекомендую так, интересно. Про между прочим. Пока в ожидании заказа. С комфортом вообще жопа. Только по комфорту я включен. Заказов нет вообще. Заказы есть только ранним утром и поздним вечером. Соответственно, выбирайте то, что больше нравится вам. Когда хотите работать. Утром или вечером. Вот, по реестрам. Ну, прям вот я включил онлайн сейчас всю эту ситуацию, чтобы ее как бы донести до всех. Обзванивает Яндекс водителей для того, чтобы они встали в реестры. То есть, у вас имеется автомобиль. На нем есть разрешение. Он арендный, либо не арендный. Вот теперь нужно еще добавиться. Нет, это вообще не по адресу. Нет интернета. Это вообще не туда. Это нам не надо. Вот. Соответственно, нужно добавиться теперь в реестр водителей. И вот в этом реестре находиться. Слушайте, ну вообще, что касается реестров, да, для тех, кто не понимает, я как бы задал вопрос вот сейчас девушке с поддержки. Да и она не понимает. Я вам вот скажу, как есть, расскажу, открою великую тайну. А может быть, это не тайна. Она сама не понимает вообще, какие реестры и кому и зачем нужно добавляться. Но добавление в реестры сейчас это какая-то вот фишка у нас государственная. У нас создаются реестры абсолютно по всем отраслям нашей жизни. Реестры адвокатов, реестры дворников, реестры курьеров, реестры таксистов. И вот всех людей, занятых в той или иной сфере, добавляют в эти реестры. Для чего это делается? Возможно, это нужно для налоговой. Возможно, это нужно для каких-то других органов. Я не знаю, но всех нас сейчас в массовом порядке вот так вот загоняют в определенные... Ну, блин, я даже не знаю. Грубо, да, наверное, я сейчас скажу. Доступ в интернет возобновлен. Ну. Завис. Заказ отменен. Вот, сейчас нас всех добавляют в реестры. Ну, если говоря грубо, то вот... Понимаете, да, вот есть... У меня дедушка лошадей когда держал, ну, большое количество у нас было их, вот... На земле жил на своей. И вот, понимаете, да, вот делят. Вот есть табун. Одних лошадей сюда, других сюда. И вот в разные различные стойла всех загоняют. Ну, наверное, там наверху виднее, кому зачем это надо. Может быть, в этом и сложного ничего нет. Сейчас вот она отправила эти ссылки, там, пойти. Но мне рассказывал водитель о том, что нужно пойти в... Он ходил в мои документы, там, соответственно, подавал какие-то документы вот в окно. И говорил, что там вроде как... Подтвердить или опровергнуть эту информацию не могу. Знаю одного человека, который вот этим вопросом задавался. Там, говорит, большая очередь. Он постоял, узнал, вышел, развернулся и забыл об этом. То есть, ну, наверное, скорее всего, нам придется в эти реестры добавиться в ближайшее время. Не буду вот особо загружать информации какой-то. В общем, я в ожидании заказа. Если что-то новое, свежее, прям оперативная какая-то тема вылезет, там информация, то также оперативно подписывайтесь на все ресурсы. Все расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok